Ну что ж, давайте продолжим с вами разбирать аллергию и разбор, часть 2. Читаю дальше свой текст. Аллергия на сорные травы, берёза и другие деревья. Тоже говорит о том, что мы не переносим что-то природное. Правильно? Природных естественных инстинктов, что хочется расслабиться, не хочется защищаться, но приходится. То есть наши естественные природные инстинкты — это либо защита, вот как мы выше там проговорили, либо миграция. Что там у нас ещё было? Господи, чувство безопасности. То есть мы хотим расслабиться, но не можем, нам приходится защищаться, нам приходится напрягаться. И тяжкое бремя нести нужно, защищаясь, как будто против природы не попрёшь, и это невыносимые муки, как будто какие-то. Если вы постоянно встречаетесь с вещами, людьми, животными, ситуациями, которые раздражают, и в глубине души мечтаете только о том, чтобы их убрать, стереть, уничтожить, и стараетесь этого не замечать, уговариваете себя, что всё так и должно быть, это весьма благодатная почва для развития вот этой психосоматической аллергии. То есть, смотрите, по природе нам надо защищаться. Враги, естественно, мнимые. Мы пытаемся защититься от нужных нам базовых вещей. Мы всё время что-то отрицаем. Убийцы — это плохо, война — это плохо, разрушение — это плохо, плохо — это плохо, всё плохое — это плохо. У нас всегда половину себя мы пытаемся вычеркнуть из жизни. Мы закрываем на это глаза, либо как-то маскируем, чтобы этого не было видно ни для нас, ни для других. То есть мы стараемся уговорить себя вообще на это, не обратить внимания, чтобы это не должно вообще в жизни быть. Мы пытаемся это всё убрать. Так вот, мы боремся со своей собственной природой. Наша природа такова — принимать вообще всё, что в этом мире есть. Это уже есть, это уже существует, это зачем-то нам нужно. Но мы отрицаем. Отрицаем, то есть идём против природы. Мы защищаемся от природы. Поэтому у нас аллергия на природу, на растения, на животных, на цветение деревьев, на берёзу, на серёжки вот эти вот берёзовые, на сорные травы. Нам внешний мир просто пытается показать. Вы пытаетесь переть против природы. Ваши естественные какие-то проявления должны быть, но вы от них прячетесь, защищаетесь. То есть они для вас лишние, ненужные. Вы боретесь с ними, как с врагами. Надеюсь, понятно. То есть у вас негативная реакция какая-то остаётся, эмоция остаётся. Не получив выхода, вы её запрятали, не разрешили себе проговорить о ней, как будто сказать, что-то высказать. Не разрешили себе вообще, чтобы это было у вас. Вот, например, я самый честный человек. Я никогда не вру. Ложь — это очень плохо. То есть я пытаюсь ложь как часть природы, которая нужна. Ложь — это хорошо. Но люди просто используют ложь плохо, поэтому и думают, что это плохо. Но если рассмотреть, что ложь и правда — это одно и то же, целое. И ложь — это наши фантазии, благодаря которым мы можем творить этот мир, создавать новое. Не было бы фантазии, мы бы ничего с вами не сотворили. Но наша ложь здесь гипертрофирована в такой форме негативной, которая вред приносит. Но если вы примете эту ложь, начнёте её использовать, поймёте, что это просто чувство, которое может нам помогать, созидать, а не только разрушать. То вам не придётся сталкиваться с ложью во внешнем мире. Но только после принятия этой лжи. Как часть ваших талантов, ресурсов. Но вы не просто должны принять эту ложь, да, вы её должны использовать, начать везде. Все наши чувства должны в полной мере жить полную жизнь, да, мы ещё говорим, в полной мере должны все чувства проявляться в каждый момент времени и постоянно использоваться. Мы этот мир творим чувствами, материализуя своим фокусом внимания вокруг себя, уплотняя в плотную форму все эти букеты красивых чувств. Но половину нашей букеты, как эти метёлки, староиспользованные, запрятаны эти чувства внутри. И они болят просто как, не знаю, как это сказать. Всё это метафорично, конечно, я говорю. Нам больно, когда эти чувства окаменели внутри нас. С этим каменным сердцем живём. И все эти блоки, да, кто-то говорит, блоки, вот, они у нас с болью в этом внешнем мире проявляются. Это все наши негативные эмоции, которые для нас негативны. Вот, мы окрасили их сами в этот негатив, не подозревая, что это не негативно и не позитивно. Это просто вот есть что-то нейтральное, что мы просто не умеем использовать. Даже не думали это использовать. Нам кто-то сказал, что это плохо, и мы решили, что так и есть. Не гибки, не решили развиваться, переложить ответственность за знания на другого человека. То есть нам кто-то это сказал, и мы поверили. Сами не использовали. И если вдруг что-то пойдёт не так, то сразу скажем, это он нам так сказал. То есть обвинили его. Нам удобно не принимать самим решения, нам удобно не докапываться самим, а вдруг ошибёмся. Нам удобно вообще ничего не делать. Пускай нам всё объяснят, пускай нам всё расскажут, пускай Нелли нам разжуёт. Но это потом она сказала, если что-то пойдёт не так. А вот самим рассуждать мы не привыкли, и почём зря. Вот, хотелось бы, чтобы в школе, в садике, я не знаю, грудничков уже родители, мы сами поменяли вымышление, учили о том, что в этом мире нет плохого, нет хорошего. В этом мире есть все ресурсы, все возможности, все кирпичики для постройки любого желания. Всё возможно. Но наш ум и мы сами должны жить эту жизнь и выбирать, как вот это вот нейтральный кирпич использовать, дать по голове кому-то или дом из него построить. Это мы сами принимаем решение, как это использовать. Вот. А то, что вам скажут, что кирпич плохой, им только котят убивать, вот, вы всю жизнь будете считать, что он такой. И не притрудьтесь, и останетесь без дома. Это вот я пытаюсь такими образами, аллегориями говорить, чтобы, ну, не знаю, понятно, что ли, больше было. Перестаньте, во-первых, перекидывать на кого-то ответственность и говорить, что вот мне так сказали, я так научен, я в этом уверен, или вот я точно знаю, но при этом вы точно не знаете, потому что вы на своем опыте это не проходили. Вам это просто навязали в учебнике или учителя, или в садике, или в социуме. Где-то вы это видели, слышали, потому что все так думают, все так говорят. Но это, блин, далеко от истины. Перестаньте перекладывать ответственность. Перестаньте во всё верить. Я ничего не знаю, но мне интересно теперь посмотреть, на самом деле ли это так. Но на самом деле я всё равно никогда не узнаю. Мне нужно будет все противоположности взять и увидеть тогда уже целую монету. Две крайности, три крайности. У монеты есть орёл и решка. Забыла, как правильно называть орёл и решку. Там какие-то названия, да, и ребро ещё есть. Куча сторон у всего. А мы только в одну решили сторону смотреть. Вот это и вызывает болезнь. Это и вызывает аллергии. И, соответственно, когда мы не видим вокруг себя, это всё, забегая вперёд, вызывает слепоту. Ну, то есть я слепой, я не вижу очевидных вещей. Ну, поэтому у нас и зрение плохое. Потому что вы на мир смотрите слепо, ну, близоруко, слишком близко, недальновидно. Либо наоборот, туда далеко всё видите, а вокруг себя ничего не замечаете. Это дальнозоркость. Со зрением тут тоже легко, кстати, поработать. Можно восстановить зрение, если не было каких-то там механических повреждений. Но, опять же, не всем это нужно. Кому-то нужно уроки пройти до самого конца и быть незрячим, и прокачать какие-то навыки. Ну, зачем-то ему нужно пройти в этом теле с таким зрением вот эту жизнь. Вот. Но если человек проходит все уроки, как экстерном, он может прозреть, конечно же. Но, опять, мы ничего не ожидаем, мы не знаем, как лучше. Когда я работаю по психосоматике с кем-то там на консультациях, бывают, ну, такие чудеса просто на ровном месте, что человек объясняет, у меня никогда очков не было, а пришёл ко мне там с большим минусом и с такими круглыми очками. Я говорю, ну, блин, ну ты чё, как так? Ты вчера в них был. А у него прошлое меняется из этой точки настоящего. Потому что он не помнит даже, что он очки носил. И если он кого-то спросит у всех вокруг, в окружении, они тоже не вспомнят, были у него очки или нет. Ну, все скажут, вроде не было, ты чего. Вот. До такой степени может реальность поменяться. А может и не поменяться. Он может до конца ходить в очках. Но ему уже будет пофиг, слепой он или нет. Ему важно будет душевное развитие, если он допрет до этого. И значит, ему нужно будет в очках быть. Не надо ничего ожидать от внешнего мира, от этого кино. Оно просто нам для того, чтобы мы себя изучали. Изучали своё внутреннее. Изучали своё предназначение. С каким вообще назначением мы сюда пришли. Вот именно в этом воплощении. Через внешнюю картинку мира. То есть изучали свои чувства. Изучали себя. То, что мы не материальны. И даже не ум, не это тело. Не то эго, о представлении о себе, которое мы представляем. Мы вообще не те, за кого себя выдаём. И чтобы изучить, кто мы на самом деле, наша киношка прямым текстом всё это показывает. И неважно, что вокруг происходит. Плохие вещи, хорошие, странные или не очень. Важно то, что у вас внутри. Важно изучить себя через вот эти внешние вещи. То есть представьте, что вы просто пришли в кинотеатр, смотрите ужасы или триллер. А может кто-то кинокомедию, мелодраму. Не знаю, там про любовь или ещё что-то. Экшен какой-то. И вы просто смотрите это для настроения. И в этой жизни, играя в эти ужасы, в этот экшен или драму, вы пришли, чтобы увидеть свои чувства. Увидеть свои эмоции. То есть вы есть чувства. Вы не то, о чём вы думаете. Вы просто чувства. Вы бог, ничего. И всё одновременно сотканы из определённых чувств. Чтобы себя изучить, мы это всё вокруг создаём. И всё вызывает определённые чувства вокруг нас. Всё вызывает определённые чувства. Вот смотря на что-то, щупая глазами, руками, шестым чувством, интуицией, мы уже понимаем, да, какие чувства вызываются в нас. Вот мы и есть эти чувства, мы себя изучаем. Многим непонятно, наверное, зачем изучать эти чувства. Хорошо. Это будет... Это было. Много раз объяснено в других видео. Посмотрите про чувства. А то я сейчас опять уйду в дебри. Люблю я уходить в дебри. Уже специально текст себе написала. Думаю, сейчас прочитаю, не буду уходить в дебри. Нет, опять ухожу. Так. Иногда подсознание играет с нами очень злые и неприятные шутки. Например, человек ел апельсин, когда его что-то очень сильно напугало. И теперь подсознание вполне может связать этот страх с апельсином. Это я так в самом примитивном варианте. В любом случае это эдакий сигнал о нежелании мириться с ситуацией и потребностей что-нибудь поменять. Это я о чём вообще говорю. Надо было ему дописать, мне кажется. Человек, который будет читать этот текст, ни хрена не поймёт вообще, к чему я это написала. А я писала к тому, что у нас аллергия вызывает цветущую... Цветущая природа вызывает аллергии. Я потом пример ещё с деньгами приведу. Возможно, да, в детстве, когда цвела природа, что-то случилось, и у нас триггер такой образовался, реакция. Чтобы понятнее было, мы работали с человеком, у которого была аллергия, мы не могли долго понять на что. Вообще непонятно. Вот, оказалось, на деньги. Просто на деньги, вот прикиньте, вот на деньги. Потому что когда-то что-то там, я уже не помню, давно было, что-то случилось, и в руках были деньги, там, много денег, шу-полонок, там, что-то. Очень сложно мне сейчас почему-то вспомнить этот случай, что мы там с этими деньгами. У меня было видео, блядь, трёх лет недавности, наверное, четырёх лет недавности про деньги, вот эти аллергии на деньги. И уже сколько лет ушло, я не помню, что я там говорила. Мы нашли, что когда он столкнулся, каждый раз, когда столкивается с деньгами, у него аллергия. Потому что вспоминается тот какой-то случай, который засел в голове. Давайте ещё проще, про рыбную косточку. Многие говорят, я не люблю рыбу. Многие не любят рыбу, и даже когда видят её, у них такой, может быть, рвотный, рефлекс, такой, фу, всё, вообще, там, паника, страх и ужас. Почему? Потому что в детстве когда-то подавились косточкой, и мозг запомнил, что рыба – это опасно. И человек не любит рыбу, он убеждает себя уже взрослым, что он её не любит, потому что не нравится запах, не нравится вкус. Ну, мы раскапывали много раз у таких людей, что на самом деле проблема была, потому что человек просто чуть не задохнулся, когда кушал рыбу. Ел, ладно. Но так как это был ребёнок, он кушал, кушал рыбу маленьким ребёнком, и косточка просто застряла, и было больно, было страшно. И теперь ассоциация с рыбой – это смерть, это задохнуться. Ну, и всё, человек её не любит. У нас даже вкусовые пристрастия, любые, вот совершенно любые, связаны с каким-то событием. Многие пишут, я люблю вот это, я люблю вот это, как мама готовила. Да не любите вы еду, которую готовила мама? Ну, там, бабушка. Какие-то там супер жирные жиры, которые просто убивают ваш организм. Вам кажется, они такие вкусные. Вот вы уже тысячу раз готовили точно такие же, а говорите, что они невкусные. Вот у бабушки тогда было лучше. А всё потому, что вы связали её блины жареные, которые там, может быть, не такие даже вкусные, вы готовите сейчас в тысячу раз вкуснее, с любовью, с заботой, с бабушкой, с её теплом. У вас еда ассоциируется, мамина, бабушкина, дедушкина, неважно, с эмоциями. И если вы в плохом настроении что-то новое пробуете или в это время что-то с вами случается, вы вот эту еду, естественно, будете ассоциировать с чем-то плохим. Она будет вам не нравиться. Вы пришли в ресторан с офигенным настроением, что-то попробовали прям супер новое, классное, вам понравилось, и вы потом будете это любить. Но вы пришли с классным настроением, офигенным, попробовали устрицу, она у вас вытекла изо рта, случайно подавились. Вы ещё даже не успели там распробовать, вы будете говорить, что это просто ужас. У нас на всё так практически реакция идёт. И не только с едой связанной. Вот. И здесь я написала про апельсин, как раз, наверное, вот к этому. Возможно, у девочки в 4 годика, когда цвела природа, кошаки бегали вокруг, те сорные травы цвели, она увидела, как ссорятся родители, например, вот, 8 лет назад. Конечно, родители даже не вспомнят, а у девочки какая-то психотравма. И в это время, когда она видела, там, в коляске лежала, всё цвело, там, нюхала, и она видела вот эту ссору, ей было больно, и теперь у неё может быть такая реакция. Это одна из причин, не факт, что она есть. Вот. Это просто может быть такое. Здесь, ну, как классно, конечно, комплексом поработать, вспомнить ситуацию, было ли или не было, возвратиться ментально в то прошлое. Но это уже надо с ребёнком работать, чтобы она вспомнила эту ситуацию, действительно, если она была, да, и поменять воспоминания, поговорить, порассуждать, чтобы восприятие поменялось. И уже на настоящем моменте это не будет триггерить. Но, опять же, это, наверное, только 5%, что именно от этого было. На 95% я всё-таки не уверена, что это триггер с детства. Это идёт аллергия на природу, о том, что мы не позволяем себе вот эти вот природные, естественные, базовые вещи, которые как бы с нами должны быть, мы не разрешаем себе этому быть. например, подростка там тянет природа на любовь. Тянет природа, да, на любовь. И ты можешь позволить себе эту любовь, а потом будешь себя винить. И вот эта вот вина выльется потом огромной психотрамой на всю жизнь. Потому что ты пошёл на поводу природы, да, но тебе кажется, что эти природные инстинкты твои, это плохо. Ну, хотя это природные инстинкты. И ты начнёшь реагировать, ну, вот, получается, аллергии на какие-то природные проявления, цветения. Так, аллергические реакции на глазах, мы дальше расшифровываем, я расшифровываю. Не так. В любом случае, этот сигнал аллергии говорит нам о нежелании мириться с какой-то ситуацией и есть потребности что-то поменять. Аллергические реакции на глазах, это лицо, могут быть связаны со страхом опозориться, ну, показать своё истинное лицо. Поэтому не доделываем что-то, не договариваем. Плюс чего-то не желаем видеть. Избегаем, соответственно, не доделываем, не договариваем, чтобы это не произошло. То же самое получается, то есть туда-сюда. Не доделываем, не договариваем и не желаем что-то видеть. Избегаем, соответственно, не доделываем, не договариваем, чтобы это не произошло. Дыхание может страдать, да, у неё астма. Как следствие, мы тут видим астму. Если есть какой-то подсознательный запрет на то, чтобы дышать полной грудью, астма не даёт дышать, да, вот ты задыхаешься. Не позволяем делать себе всё открыто и масштабно. Надо заводить какие-то новые привычки и делать всё на 100%. Начинаем с мелочей. Если есть, то прям максимально с наслаждением погружаемся в каждый процесс. Если петь, то поём от души. Если мы все мелочи какие-то, которые делаем, начнём отыгрывать как актёр на сцене максимально, чтобы зрители поверили, да, эти мелочи нам позволят привыкнуть делать всё максимально. То есть начинаем потихонечку. Если поём, то ну вот прям пойте как можете. Если танцуете, то не так вот переминаясь ноги на ногу, да, попробуйте уже танцевать, чтобы и тело ходило, чтобы вам легко было, и чтобы вы не стеснялись. Если вы хотите вот так вот руками дёргать, разговаривая, я запинаюсь с людьми, дёргайте, не бойтесь, не будьте скованными, не идёт вам это, иначе будете болеть. Кому-то идёт, кому-то надо быть спокойным, разговаривать, никакой мимики, просто смотреть прямо, чтобы там вы улыбались, разговаривать. Мне это не идёт, я не могу так, мне надо вот так вот короче разговаривать. Я так разговаривать не буду, что мне там скажут. Но если я буду пытаться, изучая актёрское мастерство, сесть прямо, спинку поставить, не мигать, я уже буду не я. Да, это будет красиво, да, это будет эстетично, людям будет приятно меня смотреть, но болеть буду я, понимаете? Вам-то хорошо, картинка приятная, разговаривает, улыбается, не мигает. Там, не знаю, мне так сейчас красиво не получится, это надо тренироваться. Но я не буду тренироваться, потому что я заболею от этих ваших тренировок, красивых, актёрского мастерства, потому что я начну себя сковывать. Да, можно, конечно, красиво научиться, не сковывая себя, преподносить. Вот, но через сколько кругов ада мне придётся пройти, всё равно в конечном варианте я буду не я. Понимаете? Вам классно, а я болею. Ну, кому от этого хорошо? Вам, да? Ну, не мне. Поэтому я сначала подумаю о себе. Так. На чём мы остановились? Мы все мелочи с вами должны научиться отыгрывать. Это если у вас аллергия, да, всё про эту тему и про асму. А, кстати, уже на асму, да, переводим. Должны научиться отыгрывать максимально, чтобы все зрители поверили. Все эти моменты при исправлении исправляют все эти внешние сигналы и мы выздоравливаем. То есть, когда вы начинаете жить полной грудью, дышать полной грудью, а мне этого не хватает тоже, потому что у меня нос не дышит с детства, я ртом дышу и поэтому разговариваю так странно. Я задыхаюсь, мне сложно носом дышать. Вечно он у меня забитый. Я до конца не проявляюсь. Я и так на шарнирах всегда там волосы поправляю, сижу, манерная такая, руки вот так вот у меня, как, я не знаю, как у буратино крутятся в все стороны. При этом я еще деревянная одновременно. Вот, и как на шарнирах деревянная. Вот, многие говорят, господи, Нелли, да сядь ты ровно, сядь прямо, перестань дергаться, а я не могу. Я еще больше себя ограничиваю. Вот, мне нельзя себя ограничивать. Ни в чем. Иначе я вообще даже ртом перестану дышать. Вот, сейчас хотя бы нос не дышит. Ну, так, он периодически дышит, конечно. Так. Руки. Мы писали про аллергию, что внешняя сторона рук и вот здесь вот локти. У нее и внешняя, и вот локти. Я тоже это все буду описывать. Руки. У нас еще были сгибы локтя, то есть внутри и снаружи. На внутренней поверхности рук аллергия появляется, если есть большая потребность кого-то обнять. Может, вы обнимаетесь, мы не знаем. Все это не воспринимайте буквально, а переводите в чувства. Мы не допускаем к себе в мир наш людей, то есть мы не обнимаем этот мир, не чувствуем себя безопасно. У вашего ребенка, может быть, даже буквально не хватает обнимашек, но если их достаточно, то здесь мы обнимашки с этим миром, с этими людьми переводим на чувства, на подсознание, ментальное объятие. Вот этого не хватает, безопасности не хватает. Как с этим бороться? Давайте начинаем с внешних проявлений объятий и мысленно обнимайте всех людей, этот мир, животных, то есть делайте такие упражнения. укутывайте своим собственным теплом весь этот мир, чтобы вам уютно было и миру, с вами было уютно, и тогда вы уже начнете путь к выздоровлению. Не хватает тепла вот этого вот, что мы обычно враждебный мир, небезопасный, не хотим обнимать, мы можем обнять только близких. Мир нам не близок, мир далек, мир для нас опасный, то есть восприятие мира у дочки все внешнее опасно, надо спрятаться, естественно мы опасность никогда не обнимем, только безопасность. Надо учиться хотя бы начинать, не знаю, завести себя животных обнимать, на улице тоже, не бояться, что можно заразиться, просто руки потом в роту на лицо не класть, а блин, у них же аллергия на животных. Ну вот, я как раз думаю, блин, животная терапия ее бы спасла, у нее как раз аллергия на животных, блин, тяжковато. Но у кого есть аллергии разного рода, особенно вот здесь вот, да, проблемы, вам терапия за животными поможет. Дальше, что мы делаем? На внешней поверхности локти, наоборот, когда хочется, чтобы никто не трогал или не трогал кто-то конкретный, ну, здесь и понятно, если мы обнимать не можем, хотя хотим, но не можем, а здесь мы не хотим, потому что тоже мир опасный, как, как. у нас всегда две крайности работают, если мы впадаем в одну крайность противоположная, всегда тоже с нами. Вот, мы уже понимаем, все противоположности одно и то же, целое, и одно не может быть без другого, поэтому чем больше мы отталкиваем, тем больше нуждаемся в сближении. Всегда так было, просто мы не признаем себе, что можем в чем-то нуждаться, и уговариваем себя это избегать, но чем больше мы пытаемся избегать, например, работу, людей, события, чувства, тем больше это будет нас преследовать, пока мы не примем это, что это нам нужно, что это для чего-то нам нужно в использовании все это вот на благо принять, использовать, в этом есть большая польза, но мы избегаем. Пробуйте выписывать все, что вам не нравится. Эти списки дополняйте постоянно, и начинайте осознавать, проговаривать, рассуждать, что в этом есть, что тут в этом есть, что тут не хватает мне в этом, что мне не нравится, что я отрицаю, что вот надо понять и признать, что это мне нужно, и уже рассуждениями пытаться найти этого применения. Естественно, не понимая, что это такое, для чего, сложно применение найти, но когда мы начинаем разбираться, что такое жадность, жадно жить, да, что такое щедрость, щедро жить, что такое скупость, а что такое раздражение, а что такое нелюбовь, что такое ненависть, какие у нас там чувства есть, что такое агрессия, что лень, когда мы это понимаем, блин, это же так круто, иметь все эти чувства, использовать с пользой, они всегда нас двигают, что такое чувство разрушения, разрушать это тоже классно, потому что это чувство дает нам расстаться со старым, чтобы начать строить новое, потеря, это очень классное чувство, терять вообще ненужные нам привычки, которые просто нас убивали, терять ненужные вещи, терять связь, которая нас держала в чем-то, не давала двигаться вперед, что-то забывать плохое, очень много всего в нашей жизни, что мы отрицаем прям очень четко, и приходят всегда люди для того, чтобы нам показать эти, и мы такие, какие плохие нас люди отгрыжают, на самом деле это хорошие люди, это наши учителя, которые взяли на себя роль прийти к нам и сказать, так, посмотри на меня, вот, вот это вот ты не используешь, ты это отрицаешь, делаешь точно так же во вред, как я тебе сейчас плохую сторону показал, так и ты это используешь тоже во вред, так же плохо, давай, посмотри, тебе это не хватает, найди в этом пользу, попробуй это изучить, попробуй это использовать вообще, каждый раз, каждый момент времени, каждую секунду, все надо использовать одновременно, когда вы благодарите каждого человека, кто пришел и сделал вам больно, прям, благодарите как учителя, это будет очень круто, после этого вы автоматом начнете задумываться, а что он мне дал, для чего, да что он мне показал, берете этот ресурс, потому что он просто буквально протянул руку помощи вам и подарил какой-то талант, который вы не замечаете в себе. Пришел обманщик, обманул, вам не хватает обмана какого-то использовать с пользой, применение массы, обман, например, обмануть себя в том, что завтра будет плохо, сказать завтра будет хорошо, вы уже четко понимаете, что завтра будет плохо, потому что сегодня вы сделали какую-то херню, но вы настроитесь, что будет классно, потому что в той херне, которая будет завтра, есть что-то полезное и нужное, чему вы чему-то прям классно научитесь, и дальше вы потихонечку вылезете из этой жопы. Так, на чем остановилась? Вы уже понимаете про детскую психосоматику, что проблемы с детьми это очень сильно связано с мамой, с папой. Вот, с мамой даже больше. И все страхи мамы, волнения, тревоги отражаются всегда на здоровье ребенка. Вот, и ваши тоже, поэтому маме тоже надо пересмотреть аллергию свою ментальную на природу, на природные естественные базовые вещи, которые она может осуждать, не принимать, тем более муж и жена одна стана, вы зеркалите друг к другу и у вас одни и те же шаблоны мышления, просто на дворих, даже на троих вместе с дочкой. Очень многие психотерапевты, которые лечат психосоматику, детей даже не смотрят, не смотрят с родителей, они работают с родителями, поэтому дочу можно расспросами сильно не мучить, а начавшись меняться, начать меняться самому, самим, и тогда дочь уже начнет автоматически меняться просто под вашим наблюдением автоматом, потому что дети нас дублицируют, не просто как дубликаты, дублицируют родителей. Итак, аллергия, рассматриваем ее у себя, давайте сейчас обобщу все эти наброски и перейдем к следующим пунктам. Аллергия возникает обычно у тех, кто отчаянно не приемлют чего-то в своей жизни, отказываются принимать это, хотя это же как творцы сами и создали, протестуют против несправедливости жизни, но в силу воспитания или страха перед последствиями не разрешают себе открыто протестовать. Наблюдается какая-то критика, недовольство обстоятельствами своей жизни, но вынуждены терпеть. Иногда буду переходить на мы, разбирая вас, я разбираю себя, сложно писать текст, говоря только о вас. Вот, про меня все то же самое на данный момент. Пле... Простите. Заговариваюсь. Сейчас водички попью и приду третью серию включу. Пожалуйста, подписывайтесь. Многие смотрят меня, не подписавшись. Давайте, давайте подписывайтесь, что вы там прячетесь. Вот. Сделайте доброе дело. Отблагодарите меня за знания, подпиской, лайком, комментариями еще было лучше. А если бы каждый сейчас мой подписчик, которому я нравлюсь, взял бы, зашел бы на любые другие каналы, к любым людям, под любыми видео, написали бы у Нелли такой классный контент, Нелли Давыдовой. Офигейте, просто там, про деньги у нее, про психосоматику. Вот сейчас новая книжка про деньги вышла. Все, кто ее читает, всем деньги приходят. Советую там. Посоветуйте, пускай меня найдут. Ссылку на канал не надо, не балятся, а просто вот возьмите где-нибудь и сделайте доброе дело. Любое доброе дело, любое совершенно вообще в этом мире, совершенно любое, возвращается в десятикратном размере к вам, бумерангам. Поэтому не стесняйтесь благодарить. Вот, я вас благодарю и сейчас запишу третью часть.